Клуб «Активное долголетие» прошу считать открытие! Людям пожилого возраста теперь есть где показывать свои таланты. На базе Центра культуры и искусств имени Кекушева открылся клуб «Активное долголетие». В новом просторном помещении много интересных и полезных занятий. Обучение компьютерной грамотности, художественное творчество, прикладное ремесло и занятия китайской гимнастикой цыгун. Кстати, именно эти занятия активно реализуются только в нашем городе. Все те активности, которые сегодня представлены здесь, они не просто так появились. Именно был проведен тщательный мониторинг, что же для наших жителей старшего поколения на сегодняшний день самое важное. Помимо кружков по интересам, есть и так называемая зона отдыха, где можно полистать городскую газету или обсудить с членами клуба насущные темы. Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 2019 года. С её помощью пожилые люди могут бесплатно посещать различные мастер-классы, концерты, выставки, заниматься спортом и творчеством. Сам девиз этого клуба, который предложил губернатор «Активное долголетие», говорит за себя все слова, которые я могу сказать. То, что мы с вами вместе будем активно, долго, долго заниматься и своим здоровьем, и своими познаниями повышать. Будем с вами лет до 150, наверное, жить. Когда все приветственные и напутственные слова сказаны, начинается время вальса от студии бального танца «Бантон». Людмила Фищенкова увлекается рукоделием уже много лет, а недавно открыла для себя новую технику лоскутного шитья. По словам Людмилы Константиновны, здесь и вяжется как-то по-другому. Мы приходим, вдохновляемся. Пусть посетит вдохновение, реальностью станет мечта. Лучше нас нет в рукоделии, рук золотых волшебства. Чем век свой мается в безделье, займитесь лучше рукоделием. Вот так о любимом занятии, да еще и в стихах. Не только в творчестве раскрыться, но и в тонусе себя держать помогает цыгун. Быть здоровыми и полными сил, желающих много. На базе городского общества инвалидов занимаются китайской гимнастикой 65 человек. Мы очень благодарны администрации города за то, что организовали этот клуб. И я присоединяюсь ко всем этим положительным моментам, которые были отмечены на выступлениях. Это действительно нужно старшему поколению для общения, для обмена опытом. Я приглашаю всех почувствовать энергию, которая будет, оздоровление. А это прямой путь к долголетию. Заканчивается мероприятие коллективным чаепитием с тортом. В новоиспеченном клубе уже зарегистрировалось 250 человек. Набор в группы по направлениям продолжается. Стать членом клуба «Активное долголетие» несложно. Для этого нужно обратиться в городской отдел соцзащиты или заполнить заявление на сайте, указанном на экране. Ольга Мариничева, Антон Рябов. Программа «День за днём».